друзья всем привет находитесь на канале автоподбор 25 напоминаю об этом сегодняшнее видео если честно и снимать не планировал время сейчас 5 часов вечера кстати ровно 5 часов вечера видео которое вы сейчас увидите она уже снята снята сегодня днем а вот так если честно спонтанная получилось поэтому извиняюсь что-то где-то так итак суть видео в том то что вступили в силу новые правила прохождения оформления страховки прохождение техсмотра раньше как как мы проходили раньше техсмотра приезжали платили 500-1000 рублей страховщику страховщик нам делал техсмотр все сейчас такого нет сейчас все официально сейчас мы едем в официальный пункт технического осмотра автомобиль официально заезжает в него официально проходит то есть мы в этом 4 поста было 4 поста мы прошли осмотр грубо говоря внешний осмотр осмотр автомобиля снизу осмотр тормозной системы стояночного тормоза осмотра двигателя осмотром световых приборов там немного в этом видео будет сказано и так цель показать то что японский автомобиль проходит техосмотр он проходит по всем регламентам и то что это можно сделать официально без каких-либо денег ни копейки лишний за прохождение техосмотра не заплачено заплачено только за за знак за огнетушитель за жилет за откатник за все это мы заплатили практически две с половиной тысячи рублей там по моему 2 400 с чем-то единственное но немножко найти не то что испугались а момент такой был перед нами там автомобиль стоял у него брызговиков не было а брызговики про брызговики у нас что-то с башки вообще с головы вылетела ничем прошли техосмотр даже замечания нам никаких не сделали то есть данный автомобиль это будет секси он проходит без брызговиков что касается света потому что очень много вопросов последнее время поступает а как как японский автомобиль как он по свету по фарам придет все ребят проходят все проходит у нас это так проходит у вас это ну вставят либо к наклейки клеят если на то пошло либо ставят галочки фары вот ну и также после прохождения этих осмотра мы сделали страховка страховка это вообще отдельная история там видео будет немного сказано и автомобиль встал на учет тоже официально с полноценным осмотром в гаи на смотровой площадке ну и соответственно мы получили номера поэтому ребят не берите не бойтесь не берите я уже просто серьезно замучился устал вот целый день представляете заняла постановка автомобиля научат целом и мы встретились встретились мы в полдесята и почему я говорю про японский автомобиль потому что мы ехали разговаривали подписчик наш он геннадий ездит на гранд витали гранд витали в леворульной вот и ну естественно что сговорили целый день чем-то короче говоря как он сказал все его слов он работает в компании компания захотела приобрести новый автомобиль не не японский а именно новый автомобиль он куплен был здесь у нас в салоне приморском крае геннадий лично его эксплуатирует 10 лет короче говоря ребят на этом автомобиле как он сказал родные остались только поршня да поэтому ну как бы японский автомобиль японская сборка для японии это японская сборка настоящая качество не то что не знаю даже как назвать леворульная продается у нас здесь поэтому кому нужна помощь приобретение автомобиля звоните пишите не стесняйтесь всегда поможем но теперь смотрим что у нас сегодня получилось в общем сначала машина заезжает на яму инспектор залазит вниз смотрит смотрит подвеску что подвеска была в исправном состоянии потому что сами понимаете не дай бог что где случится с автомобилем сколько он уже где-то минуты четыре под машиной а вот он вылез ребятам заехала королка какого она там года 94 4 вот этом дедушка за рулем инспектор полазил полазил посмотрел какой-то там у них недопонимание но видно видимо что-то нашел и вот куда-то он ушел то есть я так понимаю это первый этап первый этап яма ну и дальше больше если получится снять то обязательно обязательно снимем что дальше то есть мы заехали на данном этапе фотографируется автомобиль то что мы здесь присутствуем вот ну и вот впереди едущий автомобиль сейчас проверяются у него все сигналы габариты лампочки задний ход и так далее но опять же у там справа стороны стоит компьютер все туда заносится я так проверяю память понимаю он там сейчас заедет на стенд тоже манипуляции в плане тормозов буду проводиться знаю что там еще можно будет делать да действительно все как бы официально все серьезно не просто так приехал заплатил 1000 рублей тебе выдали тихосмотр в общем проверяется ребят все вплоть до брызговиков ну вот на данный момент там я то понимаю замеряют свет фару а брызговиков у нас на автомобиле нет посмотрите здесь вывеска такая есть первый пост это проверка двигателя его систем проверка элементов конструкции 2 поста не вижу вижу третий пост проверка рабочей тормозной системы проверка стояночного тормоза сейчас может увижу а вот где второй пост компьютер до ящики загораживают нам не видно что там написано ну и на 4 подъедем посмотрим что там будет написано пока вот сидим тоже не знаем пройдет королка не пройдет потому что нашли довольно таки много там неисправности это что-то с тормозами по правой стороне видно то что вот на вот этом стенде он нажимал на тормоз а колесо продолжало крутиться подсветка не горит брызговиков нет и что-то когда автомобиль заезжал на яму тоже что-то там нашли вот все сидим гадаем дадут не дадут у нас тут все нормально нет только брызговиков так ну в общем здесь пост проверка внешних световых приборов стеклоочистители стекломыватели ветрового стекла свето проницаемости стекла тонировочки и так далее ребят по фарам прошли прошли проверку до японские автомобили они смотрят у них галка светит немного влево галка смотрит немного влево у нас это еще проходит да если у вас это вдруг не проходит просто просто ставятся проставочка да и в принципе все ставятся проставочки специальные пластиночки галки начинают у нас бить как бы вправо кстати вот он вот такой вот прибор до который проверяет проверяет свет значит обрызговикам тоже узнали тут все зависит от конструкции автомобиля но допустим мы прошли мы прошли без брызговиков спрашивают пробег на автомобиле обязательно обязательно его смотрят ну и соответственно я вам покажу что там лежит у нас по аптечкам в общем тихосмотр мы на данном автомобиле прошли как видите это toyota пробокс это был поиск автомобиля он 2016 2016 года выпуска с пробегом сто двадцать одна тысяча кузов у него целый то есть он не битый не крашеный летняя резина он у нас кнопочный магнитофон вариатор сзади не лавка сзади сидушка полноценно кстати сзади тоже стеклоподъемники на стоят сегодня забрали автомобиль багажник ну в принципе такое приятное состояние салона не без минусов конечно не без минусов что такое рабочий автомобиль ну ладно собственно к чему мы да то есть у нас все проверили в работает без брызговиков прошло ну тут тоже я говорил то что от конструкции зависит что у нас должно быть но это конечно аптечка номера нам пока не нужны аптечка ну обязательно это знак аварийной остановки башмак жилет не ребят огнетушитель тоже он должен быть и годный ну и по каким-то тоже критериям он должен там уделяться то есть какой там как бы захотел да такой не получится скажем так поставить что-то вот как-то похолодало на улице очень-очень холодно в общем все официально и сейчас столкнулись с проблемой с камеру разверну короче говоря не знаю либо агент неопытный до постоянно делаем модного ген тут просто в целях экономии времени он с тех осмотра вышли и сразу же решили сделать страховочку общем какая ситуация геннадий он лично автомобиль у него 1 и он постоянно ездил на рабочем автомобиле страховка была без ограничений короче говоря у него нет скидки поэтому нам заявили то что вписать то что полис якобы не распечатается программа не позволит выход какой ситуации страхователь он собственник он но вписывают машину меня так как у меня есть скидка чтобы он смог ездить на этом автомобиле на этом сексе да сексе про бокс одно и то же ему придется идти в офис и вписывать себя в страховку я не знаю как это зачем это придумано и что это такое но если честно если честно это бред вот сейчас доделывают страховочку едем в гаи машина у нас весь комплект документов все готово то есть я напоминаю сначала делается страховка сначала делается техосмотр на автомобиль потом делается страховка едем в гаи проходим осмотр все официально и нам выдают документы номера получим автомобиль покажу даже вот смотрите больше груза такие все сейчас абсолютно все автомобили с техосмотром поговорили с с инспектором ну блин действительно смотрят все до лампочки ручники всякие подтеки абсолютно все смотрят автомобили поэтому автомобиль должен быть реально у вас технически исправен напоминаю то что касается светофар да они немножко смотрят здесь фары влево но все это решается проставочками либо наклеечками и все это фиксируется фото видеосъемка это ребят всем ведется информация для тех кто знаете тоже многие приезжие хотят поставить автомобиль на учет что ребят чтоб не заблудились как попасть в гаи вот это центральная улица владивостока скажем тогда на въезде в город на выезде проспект 100 лет владивостоку в любом навигаторе вы это найдете у нас гаи находится ну как сказать на въезде в город то же самое что и сказать на выезде из города я думаю по видео догадаетесь где мы сейчас едем потом уже по обстановке по факту адрес ибо депом если мне не изменяет память проспект столетия 155 по моим могу немножко ошибаться здесь есть две стоянки главное не заблудиться и попасть на ту стоянку где изначально проходит осмотр автомобиля все очень просто ориентирует а торговый центр михайловский который будет сейчас перед нами с левой стороны ну и собственно перед этим торговым центром мы поворачиваем направо повернули вон он михайловский супермаркет там михайловский сбербанк кстати вот здесь вот стоят автомобили здесь можно сделать страховку выписать договор и вот он у нас 1 2 3 поворот как бы налево основная площадка где люди автомобили свои оставляют нам сюда не нужно нам нужно дальше где автомобили проходят осмотр и что-то мне подсказывают что здесь большая очередь сейчас посмотрим большинство автомобилей которые стоят по левой стороне они осмотр уже прошли и ждут получения номеров либо если это пробеж на автомобиле просто документов кстати стоянка вот в этом месте запрещено последний раз когда был здесь ставил автомобиль на учет прям эвакуаторы подъезжали и воровали автомобили собственно вон она начинается очередь перед нами машин наверное посмотрим машин 20 думаю будет в среднем где-то по пять минут на один автомобиль плюс сейчас время у нас 10 минут 2 здесь у них обед с 12 до часа то есть мы попали на послеобеденное время все собственно встаем встаем очередь и ждем друзья ну собственно все два часа вну не два часа времени часа наверно три у нас ушло именно на постановку автомобиля в гаи как видите номера присутствуют номера приморский автомобиль будет ездить приморском крае в городе владивосток то есть вывод какой японский автомобиль без проблем проходит техосмотр и встает на учет и все это сделано все это вот находимся мы на площадке гаи города владивостока все это официально поэтому кому нужна помощь приобретение автомобиля звоните пишите обращайтесь с радостью поможем на сегодня все всем пока не забывайте подписаться на наш канал